Торговля людьми Торговля людьми производится с целью принудительного труда, сексуального рабства и других ужасных вещей. Продаваемых людей принуждает насилием, манипуляциями или ложными обещаниями финансовой выгоды или романтических отношений, таким образом заманивая и продавая жертв. Черный рынок настолько огромен, что всю цепь невозможно распутать. Но похищение людей производится как в городах, пригородах, так и в простых деревнях. По оценкам, порядком 40 миллионов людей сейчас находятся в рабстве по всему миру. 79% спасенных людей – женщины и дети. В этом году количество случаев в США, связанных с торговлей людьми, увеличилось на 40%. Многие социологи связывают это с пандемией, потому что многие люди, особенно дети, стали использовать интернет для знакомств и общения часто с неизвестными людьми. Меня зовут Энтони Падея, и сегодня я буду общаться с жертвами торговли людьми, чтобы узнать, каково это пережить такой шокирующий и мучительный опыт. Начали ли люди после такого шокирующего опыта по-новому переживать свою жизнь? Или каждый день их терзает маниакальный опыт, который они теперь видят в каждом следующем случайном человеке из-за действий какого-то незнакомца? Я провел день с жертвами похищения людей. Привет, Ребекка! Привет, как дела? Сандра! Да, привет, как твои дела? Терри! Привет, Энтони! Спасибо, что пришли сюда и расскажете мне про мир человека, который выжил после похищения. Для меня честь быть здесь и осветить ее. Вы относите себя к жертвам похищения людей? Или вы это как-то по-другому воспринимаете? Мы делим это на классификации. Сначала мы жертвы, и жертвы превращаемся в выживших. А после в лидера. Мы стали людьми, которые выжили, и теперь делятся этим опытом. Мы выжившие лидеры. Я была жертвой, я выжила, и теперь я процветаю. Ты процветаешь? Ты процветаешь, и ты лидер. Я думаю, что так лучше всего сказать. Да, да. Я не хочу оставаться и постоянно ощущать себя жертвой. Сколько вам было лет, когда вас похитили, и помните, какая ситуация к этому привела? В 18 лет я встретила своего похитителя. Я была одинокой молодой мамой, которая пыталась закончить колледж. И встретила молодого человека, который, как тогда казалось, решит все мои проблемы. Мы говорили о себе, как о семье. Мы строили совместные планы, мечты, и я думала... Я встретила того самого. Наконец-то для меня все изменится. К сожалению, часто похитители людей пользуются только мошенничеством и принуждением. Он врал о своем возрасте, врал о своей работе. Мы встречались 6 месяцев, пока он притворялся другим человеком. 6 месяцев он убеждал вас. Что у вас любовные и романтические отношения. Они ищут то, что вы больше всего хотите, и именно этим пытаются вас зацепить. Когда мне было 15, меня из***вал мой босс. Я не была к этому готова, поэтому... Я дралась, пыталась бежать и просто оцепенела. Когда он прекратил отвечать. Из-за того, что я не очень сильная и не покалечила его, это не считалось с***влением. Я постоянно думала, что это моя ошибка. Мне кажется, именно это психологически. Взяла верх надо мной, потому что я начала употреблять кокаин, траву и алкоголь. Да и в целом, все, что мне в руки попадало, лишь бы только забыться. В общем, начала скатываться по наклонной. Я отправилась на улицу имени Айполиса, зная, что там много кокаина. И я встретила парня. Этот парень казался очень воспитанным, кем-то таким, кто спасет меня от этого всего. Мне было 24 года. В 98 году в Индонезии политическая ситуация была нестабильна. Мы все требовали реформировать правительство. И я не была в безопасности, потому что была правозащитником. Я выходила на улицы, я выходила на демонстрации. Я привлекала внимание правительства. Тем, что хотела поменять закон. Вы боролись за интересы народа своей страны. Я потратила все свои деньги на протест и еле выживала. Моя дочь не могла получать образование, потому что у меня уже не оставалось денег. И я решила полететь в Америку. Я прилетела в Нью-Йорк. Мне обещали, что меня заберут и будут платить по 5000 долларов в месяц. Но факт в том, что эти люди похитили меня и держали в рабочей гостинице в Чикаго. Оказывается, меня пытались продать за деньги. То есть с того момента вас начали продавать? Они получили огромные деньги от какого-то мужчины. После меня отвезли уже в другое место. И снова это же повторилось. Меня вновь обменяли на деньги. За один день меня сопровождали 4 человека. Но я на тот момент еще не понимала, что меня похитили. Он сказал, что ему нужно переехать, потому что его группе нужно давать концерты, а Лас-Вегас это мировая столица развлечений. И я ему поверила. Мы приехали в квартиру, с которой помог его брат. Он сказал, одевайся, я покажу тебе город. Мы сели в машину и поехали куда-то на окраину, где был заброшенный торговый центр. Без огней, без указателей. Он остановился на парковке, повернулся и сказал, я потратил кучу денег, чтобы доставить тебя сюда, и тебе придется их вернуть. Видишь, что дверь, это эскорт-сервис, ты пройдешь туда и подпишешь документы. Я сказал, эскорт звучит как проституция, и ни за что. После он ударил меня по лицу, закричав, ты пойдешь туда и вернешь мне мои деньги. И я подчинялся, подчинялся из-за страха. И я подумала, ты отдашь ему деньги, и завтра все закончится. Там женщина попросила дать паспорт, чтобы доказать, что мне больше 18, и заполнить документы. Когда я начала их читать, она сказала, «Тут все о том, чтобы вы не просили помощи, мы не нанимаем таких девушек». А все началось с того, что «О, посмотрите, я могу ему доверять». Вот и все, я подписала документы, села в машину и сразу же начал звонить телефон. Я просто помню, как начала плакать и думать. Как я сюда попала? Я была хорошим ребенком из хорошей семьи, я была спортсменом студенчества, я поступила в университет. Когда я встретила кого-то, ради кого была готова идти за ним, куда он захочет, а он втянул меня во все вот это. Я чувствовала, что меня использовали и обманули. Я не представляю, где моя дочь. Мне 19, меня впервые ударили, я точно знаю, что нахожусь в большой опасности. Я начала чувствовать себя реально не беспомощно, а безумно грустно. Мне было так не по себе, мне было стыдно перед людьми, что я перешла эту черту. Я просто не знала, что делать. Я помню это страшное чувство, то, что у тебя нет других вариантов. Ты брошенная, одинокая, молодая мама. Одинокая, грустная, никому не нужная. Ты чувствуешь то, что застряло между надеждой на лучшее и тем, что ненавидишь. И совокупно ты понимаешь то, что не может быть хуже. Ты уже надеешься, что завтра хотя бы будет лучше. Три или четыре месяца с этим парнем, и я начала понимать, чем он занимается. Он сказал, что пока пойдет и еще достанет. У него везде валялся кокаин, у него было много кокаина. И вот как-то кто-то постучал в дверь нашей квартиры. Прошел и сказал, я пришел к... Он должен купить у меня наркотики, и я пока его здесь подожду. Он кинул на стол кокаин и крэк, и предложил угоститься. Я сказал, что я ничего не могу помочь, у меня нет денег. И сексуальных услуг я не оказываю, так что... Просто подождем. Он говорит, не, просто угощайся, он же скоро вернется. Я принял кокаин, и когда я закончила, человек, который был там, заставил его, скажем так, обслужить. И чего я не знала, это то, что он заплатил заранее. И после травмы, которая у вас жила, в сочетании с этим начинает разрушать. У тебя была зависимость от этого наркотика. Они знали, что под ним... И ради него ты сделаешь такие вещи, на которые даже сама была не готова. Это просто происходит. Но как итог, я делал многие вещи, которые мне не нравились, чтобы сохранить себе жизнь, а постараться выжить. Он ехал где-то минут пять или десять от своего дома. Он позвонил в звонок. Мама-сан, это новая девушка. Я поняла, что мама-сан это женщина, которая управляет борделем. А ты на тот момент представляла, что это будет финальной точкой? Я понятия не имела. Я просто понимала, что что-то тут не так. И через несколько часов, я в конце концов оказалась в руках покупателей секса. Мой продавец сказал мне, ты должна заплатить 30 тысяч долларов, чтобы тебя освободили. Я оказалась в ловушке в заперти. Какие были способы заработать в тот момент? Один покупатель секса приносит 100 долларов в общую сумму на освобождение. Каждый день с утра до ночи, 24 часа в сутки, я сидела в комнате с подсветкой, как на дискотеке, с наркотиками на столе, алкоголем на столе, и практически без одежды. Они все делили на кварталы. Если ты не заработаешь 2000 долларов за квартал, ты не получаешь еду. И из-за этих подсчетов по кварталам мы иногда буквально боролись за жизнь с другими девушками. Потому что нам всем хотелось кушать. Можешь рассказать, насколько долго это все продолжалось, и насколько хуже становилось мыслить все это время? За 6 лет меня продали между тремя разными торговцами. Двое из них заклеймили меня, как кусок скота. В смысле, буквально заклеймили? Меня держали в 5 разных местах, меня госпитализируют с обезвоживанием и переутомлением. Меня забирали в тюрьму. В итоге к 21-му меня подсадили на тяжелые наркотики. Последний раз меня 3 года держали в доме с тремя женщинами и тремя детьми. Это уже было что-то вроде мини-секты семьи. И там у вас появляется связь с другими женщинами, и вы уже думаете, я сейчас могу выбежать за эту дверь, но я же не могу ее бросить. Что будет с ее сыном? Ты не хочешь спасать себя, если не можешь спасти всех. Однажды я помню, как он сказал... В общем, я сильно заболела, мне было очень плохо. У меня была высокая температура, лихорадка, меня тошнило. Я ему позвонила, сказав, «Коллинс, мне нужно домой, я безумно больна». Он сказал, «Ты вернешься только повешенной на вешалке, сука». И положил телефон. Это останавливает все взять и уйти. У меня крутились эти слова, и я знала, что тогда не увижу свою дочь. Я не знала, в какую сторону бежать. И в такие моменты ты падаешь по наклонной вниз, и как-то двигаешься вперед. Я даже не понимала, как выбраться. Мне казалось то, что любой побег не сработает. И они же знают, где я живу. Ты живешь в этом торнадо страха. Еще это игра в русскую рулетку с покупателями. Ты не знаешь, когда кто-то стучится, это будет серийный убийца или какой-нибудь сумасшедший чувак. Просто твоя жизнь проходит в постоянном состоянии страха. Как по итогу удалось оттуда сбежать? Это была ночь перед Пасхой, и я тогда подумал, что мне вообще некуда идти. Меня так задолбала эта жизнь, и я засыпалась тележкой вещей в Ти Джей Макс. И я покупала своим детям целую кучу пасхальных вещей, хотя и не знала, что дальше будет. Я вытолкнула тележку за дверь, и меня окружили копы, потому что они следили за мной. Я засыпала, Господь Бог. И отправили меня в тюрьму. На меня было 11 ордеров в трех округах. Мы начали с этим разбираться. Как-то один из охранников сказал, что мне кажется, что ты беременна. Они сделали тест. Тест на беременность. И оказалось то, что да. Тогда я решила, знаете что, я больше не хочу так жить. Переломным моментом, чтобы я сбежала, было то, что он ударил маленького мальчика, который жил с нами в доме. Ему было 15, это был его сын. Он пришел, и мой продавец начал его сбивать, как взрослого мужика. И я помню, как побежала к дочери, закрыла ее в комнате и сказала, не выходи, пока я не приду за тобой. И я слышала его крики. И видела кровь на полу, когда он тащил его в свою комнату. После этого я позвонила домой. Своей тете, так как она работала в Центре помощи против домашнего насилия в отделе для детей. Она сказала, это произойдет и с твоей дочерью. Я говорила, нет, он этого не сделает, он ее любит. Она сказала, это потому что ей пока семьи. И она послушна. Вот после того раза, как она сказала, это случится с твоей дочерью. Я больше не могла рисковать моей девочкой, так что... При первой возможности, когда он был за городом, я позвонила маме и попросила купить билеты на самолет, на ее кредитку, потому что у меня не было денег. Он все забирал. И моя мама согласилась, конечно. Мой план был в том, чтобы переночевать на кушетке, получить талоны на еду и найти еще государственную ночлежку. Мне 28 лет, у меня судимость за проституцию с пометкой на досье. И вот у тебя еще такие же проблемы, как у любой матери-одиночки. Ты сводишь концы с концами. И все это сугубляет то, что у тебя в трудовой давно нет работы и пометка на досье. ПТСР в экстремальной форме. ПТСР еще и от той секты, в которой ты жила. Много всего, много с чем приходится разбираться. Я много раз пыталась сбежать. Однажды я была в Коннектикуте во время всего этого, потому что меня возили по разным штатам. То есть вы никогда долго не находились на одном месте, чтобы никто не мог сказать, что видел вас там, или вы могли об этом сообщить кому-то? Когда я была в Коннектикуте, я пыталась выпрыгнуть из окна. Я связала вместе все свои простыни и всю свою одежду, чтобы спуститься вниз и побежать в лес. При этом я была девочкой-скаутом, я понимала, как там выживать. Вы соединили всю ткань вместе, чтобы попробовать на ней спуститься вниз из окна? По-другому было не выбраться, потому что было очень высоко. Я понимаю то, что я посреди леса, в темноте. Поэтому я поднимаюсь обратно и просто говорю себе, что я в ловушке. То есть, выходит, ты крепишь эту штуку за окном, спускаешься вниз, понимаешь то, что ты находишься посреди леса, и тебе некуда бежать, и ты возвращаешься обратно. Некоторые девочки помогали в этом. Получается, это командная работа? Да, мы пытались сбежать. Да, мы пытались сбегать, но это никогда не венчалось с успехом. Они отвезли меня обратно в Бруклин, Нью-Йорк. Я подумала, что это отличный шанс поехать в аэропорт, и мой торговец спал, с ним спала порно-звезда. Я проскользнула в ванну, и... Заметила маленькое окошко. О, так. Я пошла на кухню, пыталась найти там нож, но смогла найти там только маленькую ложку. Чтобы раскрутить окно? Слава богу, оно было открыто. Когда ты увидела, что... Что ты почувствовала, поняв возможность, что можешь, наконец, сбежать? Девушку, которую я хочу оставить позади. Нужно было сделать одно движение, нужно было просто прыгнуть, но было очень высоко. Какой там был этаж? Само окно было на полной высоте второго этажа. И ты пошла на этот риск. Я так и сделала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, я прыгаю. Ты поранилась, когда упала? Ни боли, ни переломов, ничего, я приземлилась гладко. Но на меня сразу же прыгнула 12-летняя девочка. Она прыгнула прямо на тебя? И вот это вот было больно. То есть это было как, оу, а вот ещё одно тело. Мне пришлось помахать ей и сказать, что когда-нибудь я её заберу. То есть тебе пришлось дать обещание, что ты ещё спасёшь кого-то? Я очень, очень сильно плакала, Энтони. Это было... Это было грустно, понимаешь? Было грустно, когда я видела... ...мою свободу снаружи. И одновременно я вижу это окно, которое похоже на тюрьму. Оно реально похоже. Ты не можешь в себе смириться, что ты снаружи, а другие девушки внутри. И я хорошо понимала, насколько там ужасно. Да. После мы пошли к правоохранителям, генеральному консулу, нам никто не помог. Получается, тебя просто кинули само собой. Это когда нужны какие-то деньги, чтобы вернуться домой и одновременно добиваться справедливости для девушек, которых сейчас продают. И вы ещё даёте обещание, что поможете им. Это правда привело к тому, что я стала бездомной. Но один мужчина из военно-морского флота, который был офицером, он как-то сел рядом и начал расспрашивать о разных вещах. Я всё ему рассказала. Он сказал, я тебе помогу. Встретимся завтра здесь же в полдень. Энтони, я не знала, что такое полдень. Вы не знали, как попасть на место полдень? Я понятия не имела, что такое полдень. И он сказал мне, окей, ты готова? Он позвонил в ФБР. Они поговорили с этим офицером и началось расследование. Теперь правоохранители взяли меня на рейд этой квартиры. Я должна была сделать вид, что я вернулась. Со снайперами под прикрытием. Там, наверное, целая куча полицейских окружила это место. А я такая, вот это оно, это оно. Вы были там и видели, как это всё окружает. Это было как в кино. Они производили захват. Это было потрясающе. Я очень громко плакала. Девушки выходили в одних полотенцах. Все они были, как ты понимаешь, практически без одежды. Там были те девушки, которым ты обещал, что ты их спасёшь? Да, там кто-то был. Кто-то был. Да, там кто-то был, но кого-то уже перевезли. Офицер полиции подвёл меня к маленькому глазку, попросил посмотреть в глазок, чтобы я могла распознать. И я сразу такая... Это Джонни Вонг! И рассказываю это, это... Вау! А ты знаешь, чем это закончилось для них? Я дала показания, был суд, и их посадили. Ты оказалась в одной из самых ужасных ситуаций, в которых мог оказаться любой. В чужой стране, не понимая даже, к кому обратиться. Вы искали правосудие. И в итоге, наконец-то, смогли его добиться. Вы смогли привлечь людей, которые обеспечивают секс-трафик, в итоге к правосудию. Всё не так просто, если прямо об этом говорить. Были ли какие-то проблемы с законом у людей, которые были причастны к торговле людьми? Не в этой жизни. Ничего по закону. Никто из моих продавцов не имел проблем из-за торговли. Главная вещь, на которую я злилась, это то, что люди, которые покупали моё тело и покупали тела других девушек, ничего не понесли, хотя есть вся информация о них. Есть людьми, которые покупали моё тело, и я стараюсь быть вежлива. Как тебя зовут? И узнав, я записывала в блокнот. То есть у тебя были все их имена? Я отдала всю информацию в полицию, но им ничего не было. Получается, торговцы понесли наказание, но не те люди, которые реально удовлетворялись, оскорбляли твоё тело и пользовались тобой. Получают ли они какое-то наказание за это? Самые жестокие люди в этой сети не те, кто продают, а те, кто покупают. Как изменилась твоя жизнь после продажи? У нас есть шрамы. Всё из-за опыта с торговцами-людьми и покупателями секса. Да. Это оставляет шрамы. И они не могут пройти. Я хожу к психотерапевту постоянно. Вообще регулярно. Потому что... Мне нужна помощь. Мне кажется, поправь, если я не прав. Ты думаешь, что снова можешь стать жертвой торговли людьми. Да. Это правда. Когда я хожу, я постоянно думаю, что вот эти люди могут быть жертвами. Или мне нужно быть ещё осторожнее. Что для тебя было самым сложным в адаптации и приходу в норму, после того, как ты стала жертвой продажи? Для меня это после было огромным духовным путешествием. Размышления, почему я выживу, а другие умерли. Какая во мне из-за этого сила? В первый год был момент, когда я просто разозлилась на Бога и думала... Ну и отстой, чувак. Вот это... Вот это... Моё будущее. Жить в безнадёжности и нищете. Государственная ночлежка, полная тараканов и... Понимаешь, что этого не хочешь. И я почувствовала какое-то одухотворение, которое посетило меня. Это не было как... Эй, Господь на связи. Ну, типа не так. Точняк, точняк. Эта пронзительная одухотворенность порезала мою безнадёжность как нож. Я помню, как подумала... Если мне дадут столько же времени, сколько дали моему врагу... Меня никто не произойдёт. Но вообще я не могу за 30 дней... Перечеркнуть 6 лет, когда меня эксплуатировали. Причиняли вред психике. Причиняли вред психическому здоровью. Моему финансовому состоянию, зарабатывая на мне. Но в такие моменты я понимаю, что что-то изменилось. И думаю... Ладно, как бы трудно ни было... Я должна попробовать эту новую жизнь в течение 6 лет. Я должна. Потому что... Я должна потратить на неё столько же времени. Да, ведь речь не идёт о том, что ты убежала и сразу стало всё хорошо. Это ещё и о долгом процессе выздоровления. Я чувствую то, что... Ты была настолько сильна в тот момент, чтобы дать себе время прийти в порядок. Столько... Сколько было потрачено не туда за это время. Вы слышали о людях, которые оказались в тяжёлых обстоятельствах и как-то вышли из них? Мы все о таком слышали. Не раз по телевизору или, например, в интернете. Да, да. Я думаю, знаете, если у них получилось, то я тоже могу. Как думаете, что нужно делать, чтобы другие не получили подобный опыт? Я думаю, требуется просвещение и информирование общественности. Это нужно обсуждать открыто и часто перед всеми. Да, кроме того, мы, как люди, которые имели с этим большой опыт, говорим с точной уверенностью. Торговля людьми очень скрыта. Вы её просто так не увидите. Мунчайл спрашивает, какой из красных флажков вы хотели бы распознать раньше? Вообще, вся эта работа была красным флагом, который я хотел распознать раньше. Постоянные увозы за город, сотовые телефоны, работа, на которую тебя не приводят. Реально гиперсексуальная культура. Намеренная гиперсексуальность вроде «Ну давай, пошли в стрип-клуб, а сделай вот так, моя прошлая девушка вот так вот делала». То есть, такие вещи, которые совершенно не видят в ваших границах. Как думаете, есть какой-то тип, который может стать жертвой торговли людьми? Одна из вещей, которые бы я делала, Энтони, если бы у меня был подобный опыт, я смотрела бы всем в глаза. С людьми, что в ответ смотрят мне в глаза, я не стала бы иметь дела. А вот люди, что постоянно смотрят в сторону и отводят глаза, это хорошие кандидаты. Скорее всего, у них низкая самооценка. Понятно? Если вы из неполной семьи или из приемной семьи, жертвами становятся всевозможные типы людей. Но самые уязвимые, как мы, у кого уже плохие условия. У многих из наших девочек был аутизм. Множественные расстройства личности, много чего, многие происходили из приемных семей, где подвергались сексуальному насилию в возрасте около 10 лет. Такие типы людей они ищут, не из спортивных секций. Они смотрят за пределы школы. При этом им нужны будут молодые. Потому что чем моложе, тем проще все проходит. Повлиял ли этот опыт на то, как вы теперь воспитываете собственных детей? Да, естественно. Не сюрприз, они говорят, что ты заставил нас всего бояться. А я такая, мне кажется, нормальным, чтобы держать ключи постоянно, как оружие. Да, может, кому-нибудь в глаз ударить, если он слишком близко подойдет, как тебе кажется. Я хорошо осведомлена и знаю, какие хищные методики они применяют к разным возрастным группам. Просто потому что я по работе это анализирую. Но я все же спокойнее, чем людям может показаться. Я хочу, чтобы мои дочери ходили на свидание. Я хочу, чтобы у них была нормальная жизнь. Да. Я просто хочу, чтобы они были умными. Моя дочь недавно сказала, что она с кем-то встречается. И я сразу подумала, ой, интересно, как его зовут. И она такая, мам, я знаю, что ты собираешься устроить полную проверку. И потом забавно, когда он такой, о, приятно познакомиться. Я думаю, я знаю, что твою маму зовут Карен, твоего отца зовут Стив. То есть теперь вы проводите доскональные расследования. Да, каждый раз. Да, и я становлюсь оверопекой. Да, потому что у вас опыт из первых рук. Да, особенно для моей дочери. Моей дочери 24 года. Куда ты пошла? Когда ты будешь? Мама, все будет в порядке. Я уже взрослая. Но мне все равно. Иногда может казаться, что вы перегибаете палку, но в то же время... Ваш опыт, так сказать, из первых рук. И ваши дети ведь об этом знают? Да, мои дети, когда узнали, они сказали, я так горжусь тобой, мама. Поэтому я расплакалась. Это потрясающе. Потрясающе, что моя семья поддержала меня. Как думаете, почему люди не понимают, насколько большая и масштабная проблема с торговлей людьми? Я думаю, что если вы не были зависимы и не были на дне жизни, если не понимаете, как систему может угнетать, если не понимаете маргинальных неудачников, то вам нет до этого дела. Когда ты живешь в своем пузыре и не выбираешься из него. Когда у тебя есть привилегии, ты не понимаешь, на какие вещи могут пойти люди, у которых привилегии нет. Возможность иметь безопасность, дом, возможность иметь деньги, душевное спокойствие. Но есть ситуация у людей, которые впали в отчаяние. Если бы мы все перемотали и вернулись, когда мне было 14 лет, я бы сказала, Энтони, ты совершенно сошел с ума. Ничего такого со мной не случится, я никогда такого опыта не переживу. Если вдруг нас смотрит кто-то, кто сам попал в такую ужасную ситуацию и стал жертвой торговли людьми, что бы ты могла им сказать? Если кто-то принуждает вас делать то, что вам не нравится, и вы чувствуете, что это относится к громкому слову торговли людьми, или кто-то заставляет вас расплачиваться собой с другом, приятелем, довладельцем, наркоторговцем, то, что вас заставляют делать под давлением, то, пожалуйста, обратитесь за помощью. Есть множество защитников, которые хотят помочь и поддержать, которые исполнят вашу мечту избавиться от этих людей. Запугивание и давление. Вы можете позвонить на горячую линию жертв торговли людьми. 1-3-8-3-7-3-7-3-8-8-8. Это происходит постепенно, это может произойти от человека, которому больше всего в жизни доверяете, от человека, от которого представить себе не могли то, что он вас предаст. Именно. Хорошо, у вас есть 5 секунд, чтобы рекламировать что угодно на камеру. Вперед. www.mentorusa.org И будьте частью этого движения. Покупайте мою книгу «В погоне за любовью» на Амазон, или скачивайте аудиокнигу, я сама ее читаю, и там намного больше информации обо всей нашей борьбе. Заходите на наш веб-сайт, заходите на наши ресурсы, и получайте информацию, которую сможете использовать, чтобы помочь потом другим людям. Но самое главное – это подписаться на Энтони Паде, поставить лайк и оставить комментарий. Спасибо! Спасибо большое, Ребекка. Сегодня я стал намного лучше понимать мир жертв торговли людьми. Спасибо большое, что пригласил меня и позволил использовать твой канал, чтобы осветить такую проблему. У тебя большие охваты, и мы очень ценим твою помощь. Проведя день с этими невероятно сильными, спавшимися от торговцев людьми, я начал понимать, как много нужно, чтобы не только пережить такое ужасное событие в своей жизни, но и распространять информацию об этом, чтобы защитить миллионы других людей, которые могли бы попасть в такую ситуацию. Скоро увидимся, ребят! Ставь лайк! Я когда думал, что поеду в Америку, я думал, что зайду в Пицца Хатт, зайду в Макдональдс, буду использовать доллары. Макдональдс, детка! Америка! Я думал, что могу встретить Уитни Хьюстон! Вы думали, что где-то здесь встретил Уитни Хьюстон?